В этом году рязанские садоводы обеспокоены неестественным для времени года состоянием некоторых видов садовых деревьев. На ветках вишни, сливы, черешни сохнут и опадают листья, а плоды погибают, не успев созреть. По словам экспертов, это как комикоз – грибковое заболевание, поражающее все виды косточковых садовых деревьев. Данная болезнь очень быстро прогрессирует, распространяется от одного дерева к другому. Распознать ее можно по нескольким признакам. В первую очередь грибок поражает ослабленные деревья. Возбудитель инфекции весьма живуч, не погибает при низких температурах. Зимует в опавшей листве, на поверхности земли и в трещинах стволов деревьев и побегах. Весной, проснувшись, множество спор выбрасывается в воздух и оседает на поверхности молодых листочков. Грибковое заболевание как комикоз поражает вишню, черешню, черемуху, сливу, алычу, абрикосы. В наибольшей степени этот вид древесного грибка опасен для вишни. Сильно болеют старые сорта вишни. Знаменитая Владимирская и Любская. Противостоять инфекции могут современные сорта. Шоколадница, ровесница. Биолог Виктор Асеев дал несколько советов рязанским садоводам, как бороться с данным грибковым заболеванием. При таком заболевании необходимо уничтожить вот этот растительный опад, который есть, то есть эти листья, потому что инфекция может сохраняться на протяжении длительного времени. Виктор Асеев объяснил, что для борьбы с инфекцией просто необходимы химические препараты. Только с их помощью можно победить древесный грибок. Причем необходимо обрабатывать деревья на протяжении длительного времени. Причем эти химические обработки, так называемые фунгицидами, то есть препаратами, которые борются с грибковыми заболеваниями, нужно проводить как можно чаще в течение даже вериационного периода три раза. То есть начиная с ранней весны, еще до распускания почек и уже заканчивая осенью, когда собран урожай, и тогда от этого отмечается какой-то будет положительный эффект. Коккомикоз был зарегистрирован в нашей стране более 50 лет назад. За это время появилось множество химических и биологических препаратов, способных полностью его ликвидировать. Наиболее часто применяемые – Хорус, Скор, Топаз. Только каждый препарат необходимо применять в определенное время года, ориентируясь на цикл развития грибка. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».